короче я опять вот такие немаловажно что тут еще пожарный гидрант посередине почему-то я только что вышла subaru центра кстати да новость номер два я получила повышение на работе или мы погорячились сводами я хочу сделать видео вопросы ответы на комментарии так ну что я короче заезжаю свой трак перевели на километры видимо здесь локально ездили целом трак чистый приятно удивлен там чуть-чуть грязненько но это не страшно вот но все остальное пространство на чисто и вы ничего не ушатали поэтому хорошо я уже гром поставил закрепил сейчас схожу за холодильником надо воткнуть тоже вот но так все чем все так же как я оставил чисто и пусто коврик не сворвали оказывается частенько вот эти вот эти коврики воруют другие водители у кого я не знаю что с ним включается но потом пропадает других траках так что чё все грузимся надо вот это отцепить убрать я не вижу когда здесь есть он и болтается я короче прям в шопе стою они трак используют поэтому прям сюда гружусь он оказывается стоит всем здорова начинаем новый трип уже загружен трейлер на ярде картошка едет северную каролину если все пойдет гладко я еще и с другом потому что мы встретиться северной каролине это будет вашей огонь вот бары поставил можно поехать русский речь меня покинул время 5 вечера я доехал до устака уже покушал заправился носа готов путь отметил для себя что отвык и путь до выставка который раньше казался вот таким вот сейчас просто но долго и лишь это ну что блин когда уже когда уже смешно надо решить целый час их удивительно вот в целом пока полет нормальный все хорошо погнали дальше солнце уже села по идее но ничего короче вязка я опять вот таки меня не пустили в америку потому что не прошло 14 дней с того момента как я приехал в канаду побывав типа вне канады вес короче у них шенген именно шенген казахстан нет но шенген до входит в зону какую-то из если ты там типа бывал то 14 дней ты должен быть в изоляции и соответственно пересадка была во франкфурте это шенгенская зона германия поэтому sorry говорит закон ничего не можем сделать я понимаю что это тупо максимально но такие правила короче все меня развернули при том что у меня забрали из паспорта форму тату и найти фо которая давала ну так сказать облегченный въезд потому что технически это отказ во въезде технически сказали как бы что не будет это никакого негативного влияния на мою историю с границей вот но посмотрим это будущем я думаю что будет все равно потому что каждый раз там кто будет разбираться по какой причине меня развернули или нет отказ есть и все вот так что фиаско накрылись планы запланировал много в этом трипе получалось все хорошо времени было запасом но облом вот так что я сейчас вернулся вот так обратно с острова едет другой чувак с грузом на квебек по-моему на монреаль не знаю точно еще не сказали еще не скинули информацию получается он сюда приедет часа три я должен цеплять его груз и ехать там ночной драйвинг и он выезжал по идее как раз таки поздно чтобы доехать до туда короче это фиаско полнейшая я конечно постараюсь ночью ехать но я не знаю как я сядь буду чувствовать все-таки мне до сих пор чуть чуть лак есть вот посмотрим но тем не менее облом они посчитали посмотреть по календарю что я смогу заехать в америку только 9 ноября после 12 часов дня вот так вот короче это жопа несмотря на вакцинации несмотря на отрицательные тесты до вылета после вылета и так далее нельзя такой закон говорит ссоре это это очень тупо я понимаю говорит но вот так вот время почти 12 ночи вот поменялся с вот этим траком и все выкатываю ехать 7 часов в минимум время почти 7 утра я доехал уже до компании но они пока еще закрыты надеюсь скоро откроется по идее было написано 8 я не знаю на ушами всем открывается вон там уже зарево прям рассвет скоро будет единственно стол и здесь вот огромная туча такая и начал дождик копать вот у меня осталось всего 13 минут причем это уже shift то есть это уходит shift у меня по плану здесь стоять пять часов поспать и потом получается этот после обеда откроется оставшееся время там 5-6 на драйвинг будет как бы еще чуть поработать и на ночь встать уже спать как бы план такой потому что не хочу ломать свой график и визит по ночам вот ну посмотрим как пойдет такой вот груз какой-то видимо особенно хлеб доставка сегодня вот такой вот маленький магазин это просто магазин я потом покажу снаружи как выглядит место в которое забыкался сейчас разгрузка руками вот этот палет вроде бы он только один холодно что надо одеться но руками просто я буду передавать он здесь один дорога дорога а здесь вот не такая небольшая парковка но вот здесь не заехать там высокий бордюр прям высокий поэтому берет а потом с дороги сюда быков назад очень тесно вот здесь вот так стоит все разгрузились погнали и да немаловажно что тут еще поверный гидрант посередине почему-то так был бы хороший заезд но так нехороший всем большой большой привет сегодня 24 ноября это значит что прошел уже практически месяц как бы вернулись казахстан и и все это время вообще ничего не снимали но я сегодня закончила монтаж последнего блока с казахстана и поэтому мы начинаем этот влог да я короче в этом трипе совершил покупки в целом показывал я не подсниму вот в эту историю я взял себе айпаде 9 то есть это новенький сейчас их короче просто не купишь именно на 64 гига дешевая версия потому что все на онлайн обучение короче всем нужно это получается мои кони купили это браслетик ремешок на эту watch это вот старый ремешок ну то есть этот на замену мне идет старого такого типа так он полностью силиконовый его удобнее будет мыть после того как сходил на тренировку вспотел и ну короче вот этот очень долго сок еще там есть вот чё по идее коробка пустая потому что я сейчас на него снимаю 13 про на 256 гигов тоже очень тяжело 6 выходит дефицит всего короче вот так вот это вот и телефончик это мой новый телефон к слову я свой старый телефон у меня десятка до xr у меня был его отдала сестренки в казахстане сюда прилетела с ее семеркой и купил себе 13 ведь это это просто 13 который продукт классный цвет у них в этом году так что тоже уже наклеено стекло здесь плохо видно потому что она очень классно есть вырез только вот здесь все остальное полностью закрывает увидите новый айпад потому что свой айпад который тоже сравнительно новым и недавно покупали модели твоей маме вот короче в казахстане очень много чего непредвиденного произошло махинации это мой грубо говоря уже старый телефончик вот и даже со старым телефоном это вот 11 pro max вот как его камеры выглядят как иконки на камеру они уже крупнее а на вот этом еще крупнее этот мы будем продавать наверное на marketplace через фейсбук потому что apple за него дает всего лишь 540 канадских мало хочу открыть уже быстрее посмотреть тут ремешок там если я ошибся с размером то он такой это скользкие силиконовые да как эти раньше были же лизунчики да 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 реально по текстуре просто цвет я выбирала цвет очень симпатично но когда носишь долго прилипают часы те не прилипает мне всегда прилипает мне вообще не мне иногда вот это я чувствую что он не пережал что-то я начинаю расслаблять короче посмотрим но мне кажется с этим все будет ништяк так вот я положил уже этот свой айфончик на камере кончен цвет вообще другой но вот как камеры здесь выглядит просто вообще дитя какой-то это не про макс это просто про поэтому он значительно меньше в размерах и все-таки про макс слишком большой бандура мне бесит здоровый один спромакс тяжелый а 12 пробовать 13 про макс он еще тяжелее и еще чуть чуть больше чем вот это бандура у меня два крепления траки сломал ну и правда его тяжко носить здесь защитное стекло две трещины идут то есть на стекле его просто сниму и будем продавать посмотрим как пойдет я только что вышла subaru центра мы короче переобулись уже на зимнюю резину заказали у них в принципе не так уж и дорого вышло не дороже чем в канаде антайре мы попали на фонду мы обязаны были у них купить резину и обслуживаться у них потому что у нас есть страховка на резину если что-то случится которая нам кстати недавно понадобилось сейчас подробнее расскажу в машине на той неделе когда витя забирал меня с работы пару минут отъехали от шарлота умола в котором я работаю услышали что какой-то звук на колесе буквально видимо там на парковке или может это по дороге короче то ли гвоздь то ли шоу что-то в роде словили ну неприятность конечно но просто на subari как очень тяжело подбирать резину потому что они я может сильно там не шарю нового основы знаю потому что полный привод и тут всякие системы и если ты типа ставишь одно другое колесо то все эти системы просто начинают тебе пиликать во все стороны не получается заменить только одно колесо нужно чтобы везде стояла одинаковая резина у нас была такая ситуация в казахстане на старом subaric и мы реально просто на трассе на ровном месте влетели на 140 тысяч тенге то есть нам пришлось там вернуться в алмату и покупать полностью все четыре новых колеса здесь мы когда вот этот subaric брали мы взяли себе страховку на резину получается на следующее утро рано утром витя сразу поехал в subaru центр и сказал что вот такая эта ситуация вчера произошла и они сказали ну типа вы можете сейчас оставить машину и мы вас переобуем где-то среди дня либо вот на следующей неделе у вас уже appointment есть на зимнюю переобувку можем вам сейчас запаску поставить вы до следующей недели поездите главное типа мне на далекие расстояния он нет нет мы чисто по городу на работу назад здесь правда как бы некуда ездить тем более при такой погоде все невероятно серое просто уже несколько дней время четыре часа дня перевели часы и теперь в пять пять тридцать уже уже реально темно красавица покалеченная красавица капец но ничего недельку поедем так они сюда ничего не запихали чем нам помогла страховка тем что они нам поставили запаску и заказали нам одно колесо которое должно вот прийти она сказала и сегодня завтра придет но сегодня уже навряд ли приятно типа завтра послезавтра придет и когда мы уже будем обратно на летнюю резину переобуваться нам поставят уже нормальная целая летнюю резину мы оставили у них на хранение на сезон как я сказала стоит это 40 долларов поэтому резина там обошлась 600 чем-то работа 100 чем-то короче все вместе и сегодня заплатила 830 долларов в принципе неплохо плюс медали какую-то форму нужно тут что-то заполнить какую-то форму отправить и они 80 долларов возвращают прикольно а это какая-то акция с 1 октября по 15 декабря ну то есть как раз на зимний сезон на сезон переобувки такая у нас погода у нас все плюс стоит не сильно холодно сегодня конкретно плюс четыре но дождь мокро противно серо ничего прикольного сегодня воскресенье 28 число я пришла на работу пораньше на 20 минут и такая тупость закрыла свой пропуск которым можно открыть офис в офисе и долго что я пришла пораньше эти буквально ничего не могу сделать вообще такая тупость но теперь вот что пока другой менеджер она должна быть здесь уже через шесть минут по идее у нас 10 нас утра у обеих смены начинаются кстати да новость номер два я получила повышение на работе получила full-time позицию то есть теперь я здесь работаю 40 часов неделю получила повышение по зарплате и бенефиты это ну страховка группа гора медицинской и так далее там и стоматологические услуги и все такое все это входит ну короче вот уже почти месяц как работаю но у меня еще продолжается как быть тренинг то есть меня еще много чему учат первые дня три наверно было невероятно тяжело очень много новой информации я даже и не подозревала сколько всего происходит так сказать за кулисами да вот я к сожалению ничего не могу разглашать не там не зарплаты не то какие то что в чем особо заключать в чем заключается моя работа конечно могу рассказать мне дали позицию кейхолдера то есть я по операционным вопросам помогаю полностью то есть я могу открывать магазин самостоятельно могу его и закрывать магазин позиция считается менеджерская то есть я над сэйл адвайзерами да то есть я над консультантами я говорю что делать и так далее но есть еще визуальный мерчендайзер есть еще департамент менеджер да это менеджер одного из департаментов либо мужского либо женского либо так ну детского вот департмент менеджера мне обещали как бы следующему позицию то есть как только у них здесь освободиться то я буду так сказать следующим кандидатом для того чтобы стать департмент менеджером по сути сейчас выполняю всю ту же самую работу, что и department manager, только у меня нету функции HR. То есть я не нанимаю персонал, я не увольняю персонал, я не делаю замечаний, ну, письменных вот этих официальных, то, что они здесь называют write-off. Вот, ну, короче, какие-то такие дела. И теперь, честно сказать, месяц пролетел, потому что, по ощущениям, у меня только работа-дом, работа-дом, работа-дом. Смены в основном у меня с 12 до 9 вечера, то есть я не ранняя пташка до 12, я мало что успеваю сделать, в основном я просто просыпаюсь в 9-10 утра и уже сразу потихонечку, не спеша начинаю собираться на работу. Соответственно, в 10 вечера, в 9 вечера ты уходишь с работы, пока доедешь домой, и все такое, уже скоро как бы надо спать, потому что завтра на работу. В общем, вот такие новости. Остальное... Я не знаю, какие еще вопросы, задавайте в комментариях, на что смогу, на что имею право, я обязательно отвечу. Поснимаю вам чуточку кухню, пока жду. Вот здесь у нас уже стоит елочка, к рождеству, так сказать. Вот там наша кухня. Один стол, второй стол, черная маска, и я сижу, пью свою кофеечку. 29 ноября, и у нас выпал снег. Он до этого был снег, но он сразу таял, а этот остался. Правда, сейчас уже идет дождь, утром так красиво шел снег, но у меня сладко на зарядке стояло. Я ничего не сняла. Вот так мокро, противно на улице. Короче, мы потеряли свои перчатки, я не знаю, где они, после поездки в Казахстан, не можем найти. И мы брали их с собой туда, в Казахстан. Вот, ну, вроде как там не оставили, но и дома не могу найти, не помню. Распаковка проходила в таком бешеном режиме, что, возможно, я куда-то их засунула, я сама даже не помню, куда. Сейчас я еду на работу. Часто думала, выйду пораньше, заехать в магазин, но не получилось. Пока еще теперь машину почистила. Короче, прямиком на работу еду. Возможно, будут вопросы по поводу того, как я получила повышение. И, на самом деле, ничего сверхъестественного. Я просто хорошо работала. Я просто хорошо работала. И, как я уже говорила, люди, которые приезжают с нашим менталитетом, ну, конечно, не все, но, короче, они меня сразу выделили. Ну, типа, ты вообще с первых дней нас впечатлила и все такое. И, получается, прям перед поездкой в Казахстан они как раз-таки выставили объявление. Собирая кандидатов на продвижение по карьерной лестнице. Там нужно было... Они выставили этот аппликейшн, ссылку оставили, по которой нужно пройти и скачать можно эту форму для заполнения. Я эту форму скачала, я ее заполнила, я потратила на это ну, какое-то время, не знаю, часа три, может быть, четыре, потому что далеко не... Ну, там требовалась информация. Не то, что информация от тебя, а тебе нужно было написать какие-то свои мысли, какие-то свои взгляды по поводу того, как развивать магазин, что ты будешь делать, как там, как департмент менеджер или как бежон мерчендайзер. Ну, короче, такие вещи. Ну, то есть, это там не то, что ты сел и написал все за одну минуту. Нет, там нужно было немножко включить голову, подумать и заполнить. Я, короче, заполнила эту форму и отправила, после чего Бри, это наша менеджер магазина, она сказала, что пока ты будешь в Казахстане, у вас будет конференц-звонок. Вот. И, ну, там они вам будут какую-то информацию предоставлять и потом дадут вам задание, нужно бы этого выполнить на основании. Ну, короче, в общем, для того, чтобы оценить кандидатов. Так и было, пока я была в Казахстане, конкретно в Алмате, все ребята там тусили, а я на 2 часа ушла на звоночек, посидела там, поприсутствовала, послушала, что они говорят, получила задание, ну, у нас у всех было одинаковое, выполнила это задание, отправила и по приезду. Просто, пока мы были в Казахстане, так получилось, что один из менеджеров ушел, уволился, а одна менеджер, она сейчас уехала в Австралию на неопределенный срок. Ну, короче, им нужны были люди. И я, и еще один там мальчик, тоже, который хорошо работал, мы получили повышение. Все было круто. На самом деле, в маленькой провинции достаточно тяжело, это я теперь уже знаю, найти людей, которые будут работать, которые будут работать, просто хорошо работать. Не как-то там супер-купер, которые не будут халявить, а просто будут приходить честно на работу и выполнять свою работу как положено. Я, короче, на работе сегодня закрываю сама через 2 часа и 15 минут. И сегодня у нас два менеджера не пришли на работу, хотя должны были быть все четыре. И получается, из менеджеров были только я и второй мальчик, который тоже недавно получил повышение. Поэтому все не по плану. На улице дождь. Мы сегодня участвовали в конференц-ванкете для менеджеров. Я все записала для себя. И теперь мне нужно все это набрать и разослать всем имейл, чтобы у всех менеджеров была информация, которую объявляли на конференц-кол. Поэтому чуть-чуть позаписываю, пока есть возможность. 29 ноября. У нас сегодня раз прекрасная погодка. Ну, солнечно просто на самом деле. Так холодно. Холодно. Сегодня у нас среда. Нежданчиком приезжает Витя домой. Почему нежданчиком? Потому что на самом деле он планировал приехать домой на субботу и воскресенье. Эти субботы и воскресенье у меня два дня выходных подряд. Я, по-моему, такого ни разу не случалось вот с того момента, как я получила новую должность. И это как бы big deal. Поэтому он хотел локально поработать сегодня, завтра и послезавтра. Ну, либо сегодня, завтра и в пятницу уже приехать домой, чтобы суббота и воскресенье тоже побыть дома. Но не получилось. Локалку ему не дали. Сказали, работы нет, уезжай домой. Поэтому он приезжает домой сегодня. Сегодня у меня, кстати, тоже выходной. я сегодня с утра поболтала с родителями. Это я впервые поболтала с родителями. Ну, полноценно. Вот так по видеосвязи и с мамой, и с папой, еще и с сестренкой. За тот месяц, что мы здесь, мы впервые созвонились. Потому что тяжело, честно сказать, по времени. До этого все свои выходные я в основном тратила на то, чтобы смонтировать все влоги с Казахстана по-быстрее. Вот. Как-то так. Но поболтала, все ништяк. Все хорошо. Посмеялись. Ничего особо не изменилось ни у кого за этот месяц. Я немножко там порассказывала про свою работу, в чем заключается моя новая должность и так далее. Сейчас я еду сделать небольшой закуп домой продуктов. Потом приедет Витя. Мы сходим на тренировочку. Сегодня у нас еще тренировка по плану. Все. После этого мы приходим домой, готовим кушать и будем смотреть Гарри Поттера. Мы начали пересматривать опять Гарри Поттера для того, чтобы хоть какое-то новогоднее настроение себе создать. У нас снега до сих пор нету. Нового года особо не чувствуется и планов у нас никаких нету, потому что у меня два дня выходных. Ну, мы как бы как обычно ужин и все такое, но прям грандиозного ничего такого нету. Пока стою на светофоре, покажу вот сегодня первое декабря. Снега нету вообще. Зимой даже не пахнет, честно сказать, сегодня. На солнышку я все равно очень рада. Я, честно сказать, не помню, записывала ли я это или нет, но у меня прям был депрессняк по возвращению из Казахстана. я вот, наверное, только недельку назад как пришла в себя прям такая, что прям с настроением хожу, что-то смеюсь, улыбаюсь, музыку слушаю, напеваю что-то, подтанцовываю. А до этого реально была какая-то такая тоска и апатия. В какой-то момент я даже задумалась, что мы тут делаем в этой Канаде? Нафига мы сюда вообще приехали? А нужно ли мне все это? И вот такое ощущение, будто здесь ничего не имело смысла. Ну, короче, вот как-то так было. Но сейчас я уже пришла в себя. Все ништяк. Помню, помню изначальные цели, зачем мы сюда приехали. И понимаю, что в Казахстане, конечно, было классно просто потому, что мы весь месяц гуляли, не работали, тратили деньги просто-напросто. И там не было никакой птвухи, типа там приготовить, пожать и помыть посуду. Нет, такого вообще ничего не было. Мы просто, где бы мы не были, нас везде кормили, везде встречали и везде были одни только веселые посиделки и так далее. Едем на Тренчику? Все ништяк? Все по плану? Успеваем, успеваем. Или мы погорячились с выводами? Как же там пробка? Третья часть Гарри Поттера и Узника с Кабана, по идее мы можем напрямую проехать. Вот если туда прямо, то нам прямо туда надо. Но там нельзя ездить. К созрению. Мы сегодня смотрим мою любимую часть Гарри Поттера, это третья часть Гарри Поттера и Узника с Кабана, поэтому мы, короче, отмечаем это чипсами. Я почему-то люблю больше такие чипсы, они, по-моему, кукурузные. Тасти, тасы. Короче, неважно. Витя любит обычные картофельные, поэтому у него... Ну, вот это мы будем вместе кушать, а вот это ему на добивку. Есть специальный соус. Ням-ням. Блюмус. Максима частный блюмус. Масло. Капец, она бегает. Идите, что-то. Какая-то скромная. Целая рука. Засел, не пускай этого. Ага. Иди с этой стороны. Пожалуйста, Гест, можно я? Пожалуйста. Пожалуйста. Такой-такой-такой-такой. На. Смотри. Ну, это, видимо, главарь местный. Попробуй. Ой-ой-ой. Расыпалось много. Что будешь делать? Сидеть будет? Ну, ладно. Война. Хе-хе. Хотела закончить этот влог. Всем спасибо большое за просмотр. Оставляйте комментарии. И вообще-то, знаете что? Я хочу сделать видео вопросы-ответы на комментарии. Поэтому давайте в комментариях задавайте все вопросы, которые вас интересуют, на которые вы бы хотели получить более-менее развернутый ответ. И я прям потом почитаю все вопросы, отберу вопросы и запишу отдельное видео по полтологию с ответами на самые такие часто задаваемые вопросы. Или на те вопросы, которые мне понравятся и будут интересными. На которые возможно ответить на какие-нибудь невероятные. Да. И, наверное, постарайтесь задавать как-то более точные, какие-то конкретные вопросы, а не так, типа... Как переехать в Канаду. Как переехать в Канаду. Ну, как бы, ну, ребят, понимаете, что очень много людей, очень много путей. Мы можем давать советы и как-то рассказывать только про свой какой-то опыт, да, который мы прошли. Но не так уж и много мы на самом деле знаем. Мы не знаем всех путей, как переехать в Канаду, а что-то такое более специфичное. Вот. Ну, все. Давайте. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Лайк, коммент. До следующего видео. Следую. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...